Девушки отдыхают В группе ВКонтакте я вам предложил сделать парочку вопросиков, так сказать, позадавать мне всякие вопросики, но вопросов вышло мало, но в общем-то их пока что достаточно, думаю, да? Да. Правда они все про игры, но в общем-то ладно, я их внизу где-нибудь вот здесь буду показывать, чтобы вы тоже читали, так сказать, и... Чтобы если что, я если неправильно выговорю фамилию, сразу говорю, я не специально, я не все могу фамилии выговорить, окей? Все, давайте поедем, короче. Так, мне задал вопрос Никита Чурсинов, какие игры по комиксам, например, ты, например, бы ждал? Ну, и вообще, мне нравится, не нравится, так сказать, именно комиксы, но я бы поиграл в игру, например, какым-нибудь по Мстителям, что-то типа того, потому что это более-менее, что я знаю из комиксов вообще, и то, что более мне как-то нравится. Что я еще бы поиграл? Ну, можно еще поиграть Человек-паука, вот нового должен, который выйти, у меня опять кольцо упало, да ладно, я подниму сейчас, погоди. Короче, что еще? По Бэтмену вот выходил, когда игра, вот мне она тоже нравится, тоже комиксы, по сути. И плюс мне еще понравилась игра, какую бы я вообще ждал, это, знаешь, я думаю, этот, как он, герой есть такой? Короче, этот, Муравей, о, Человек-Муравей, мне как герой симпатичен, не знаю почему, многие его хейтерят, а он мне нравится. В общем, да, поедем дальше. Виктория Кузьмина спрашивает, какая твоя самая любимая игра? Но так как она сидит рядом в комнате со мной, я ей даже буквально могу ответить на эту игру. Так, какая моя любимая самая прям игра? У меня аж две любимых игры, это, то есть, Готика, я об этом говорил не раз уже на стриме, первые две части, третья часть ни о чем, как-то мне не понравилось. Но первые две части это что-то, это приключения длиною в жизнь практически. Я ее проходил раз 20, наверное, эту первую часть, потом раз 15, может, вторую часть. Потому что вторая часть была очень долгой, и там дополнение еще было масштабное такое, добавлен был остров, это что-то с чем-то. А потом, как я познакомился с третьей частью, у меня не было таких ощущений, как от первой и второй части. Там, не знаю, там атмосфера была, там была музыка хорошая, там все было вот прекрасненько, вот как надо. А третья часть, ну, вообще ни о чем, там и боевка говно, и графика так себе. Ну, в общем, я думаю, вы тоже знаете, что это за игра. Дальше, мне еще нравится именно вот самая такая вот зашибатая игра, это вообще Готика. Но на втором месте у меня стоит еще Mass Effect. Почему? Я не знаю, она мне просто в душу засела, из-за того, что там и сценарий как бы офигительный просто, и озвучка персонажа мне там просто по душе. Как-то так, я думаю. Так, Илья Добрынин, аж три вопроса задал, между прочим, вообще красавчик. Какую игру ты готов проходить миллион раз? Повторюсь, наверное, но это Готика. Да, я уже говорил об этом, что какая твоя самая любимая игра. Но повторюсь, я бы проходил миллион раз Готику без проблем, потому что там атмосфера, и именно, знаешь, нет такой нелинейности, по сути. И как бы есть линейность, и нет ее одновременно. Ты можешь и как бы проходить свою какую-то линию, и как бы еще можешь поиграть просто в сюжет. Но еще бы я миллион раз, я бы, наверное, проходил игру под названием Mount is Blade. Потому что, во-первых, там много модов, которые весьма-весьма интересные. Плюс к тому же, я бы, наверное, проходил арму. Я не знаю, ну, в армии я тупо играю, я даже особо там ничего не делаю. Я просто играю в редакторе. Мне нравится там создавать свои сценарии. Вот и все. Какой жанр игр тебе больше игр нравится? Ха-ха-ха, красавчик. Больше жанр игр тебе мне нравится? Мне жанр вообще нравится RPG, потому что они в основном большие масштабные проекты, которые весьма интересные. Вот недавно я играл в Ведьмак, третью, да. Если бы у меня не пропали сохранения по невидамой мне причине, которые приложила руку, ну, стопудняк не Вика, то я бы и дальше в нее проходил. Она масштабная, она интересная. На каждом шагу у тебя практически опасность. Ну, а если ты не играешь, конечно, на легком, или, к примеру, ты не сидишь там и не читеришь, ну, так вот как-то. Но там эти квесты, они хорошо проработаны. Даже мелкий квест, который, по сути, ничего не значит. Вот просто бабке сковородку принести, а там сюжет свой, открываются какие-то интересные таинства, а ты всего лишь, блин, за сковородкой пошел. Ну, видишь, это интересно. И вот квесты мне более-менее нравятся. Ну, я бы еще жанр, наверное, песочницы примотал бы сюда еще. Не именно к Ведьмаку, да? А вообще, потому что песочницы, это песочницы. Там делаешь, что хочешь. Мне вообще, по сути, очень нравится создавать что-то либо свое. Просто берешь на основе каких-то загруженных уже деталей, делаешь свое что-то. И потом показываешь это. Вот смотри, что я сделал. Это же красота, ты что? Так, давайте дальше. Если бы тебе предложили бы выбрать любую команду по СКСГО, какой бы ты выбрал бы и почему? Вот, знаешь, я не могу ответить вообще на этот вопрос, потому что я не слежу, если честно, за командами в СКСГО. Я знаю, что вот две только команды я знаю. это Na'Vi и Virtus.pro. Это единственные команды, которые вообще я знаю, и я сейчас не знаю, чем они занимаются, поэтому если бы мне предложили вообще в какую-то команду по СКСГО, то они бы меня сразу оттуда выпилили, потому что я даже с Калаша не могу сделать ни один нормальный хэдшот. Как-то так. Так, Дмитрий Силастьянов спрашивает, Расскажите про свою любимую игру, которую вы уже проходили много раз. За что вы любите и за что вы ее любите и чем она отличается от остальных игр? Я, кажется, это уже только недавно говорил насчет этого. Ну, именно про Готику я рассказывал. Да. Про то, что я ее буду могу пройти вообще много раз. За что вы ее любите? За то, что там нет такой линейности особо, но она как бы по сюжету линейная, но она сама по себе нелинейная и она хорошо атмосферная. И чем она отличается от остальных игр? А вот знаешь, дружище, я даже не знаю, чем она может отличаться от других игр. Атмосферностью, графикой, я не скажу, графика там в основном даже для того года уже была немножко отсталая. Ну, только, наверное, атмосферностью. Музыка, атмосфера, все. Это вот сделало ей имя, так сказать. Кирилл Корчинов спрашивает, ты будешь совместную игру писать? Буду, буду, я уже, наверное, раз 15-ый пытаюсь с одним бро так записать совместную игру, но у нас то связь плохая, то у него что-то там зависнет, в основном у него что-то там проблемы какие-то, у меня в основном все нормально, потому что как бы я уже для лосплея все подготавливаю заранее, но получается такая беда, что не всегда все хорошо. это да, я знаю, это все бывает. Ну да, я бы записал, я бы записал, если было бы с кем. Женя Шерлыб... Извини, дружище, но я не знаю, как... Подожди, сейчас подожди, я смогу, я смогу. Женя Шеблыкин, Шеблыкин, если я неправильно назвал эту фамилию, уж извини, я не специально. А твое хобби, твои страхи, какие машины ты предпочитаешь, и есть ли мечта в жизни? Давай тогда сначала ответим на, так сказать, первый вопрос. Твое хобби. Мое хобби, это вот как раз таки и есть то, что я вот сейчас делаю. Это записываю видео, разговариваю с подписчиками, вообще разговариваю с людьми, играю в игры, но в основном это и есть мои занятия, потому что что я еще могу делать? Ну, все, это и есть мое хобби, канал это и есть мое хобби. Дальше, твои страхи. Мои страхи, это пауки, я вообще дико ненавижу пауков, они по сути не страшные, я в курсе, то что они не кусаются у нас, но беда в том, что эти мерзопакостные сучки просто выглядят противно. Потом, я еще боюсь манекенов, не знаю почему, но когда я хожу мимо магазинов, они мне придают такой некий дискомфорт, как будто они живые, и вот сейчас вот встанут и будут ходить, и они как будто следят за мной. И если честно, это немножко меня пугает. Так, дальше. Какие предпочитаешь? А машины? Я в машинах особо не разбираюсь, если честно. Ну, какие я могу машины предпочитать? Я вот Марк 2 предпочитаю. Это единственная нормальная машина, которую я знаю, по крайней мере, все. Если честно, я в машинах мини вообще не разбираюсь. Дальше. Есть ли мечта в жизни? Мечта в жизни по сути есть, но если я ее буду достигать, я, наверное, скорее всего, сдохну. Потому что моя мечта в жизни это переворот единственный и такой сильно большой страх, так сказать, да, я про него забыл сказать, кстати, это боясь высоты. Я его хочу преодолеть в себе, но как я только пытаюсь это сделать, мои ноги либо хотят прыгнуть из-за этого я, сука, цикую, либо я просто не мне не получается его перебороть. И поэтому вот как-то так я хочу прыгнуть с парашютом. Да, это, как сказать, мечта жизни. Ну, не то, что, знаешь, не мечта жизни, а, как тебе сказать, цель жизни, в жизни, так сказать. Ну, и завести семью, там, знаешь, как обычный народ, завести семью, устроиться на хорошую работу, потом после этого встать хорошо на ноги и как бы, чтобы не уволили. Ну, как-то так. Живем, как живем. Так, ладненько, мы на твой вопрос ответили. И последний вопросик, да, вопросов мало, но, в общем-то, я думаю, этого достаточно. Даня Балицкий или Балицкий, извини, если дружище неправильно эту фамилию назвал. собираешься ли ты продвигать на своем канале что-то кроме игр? Да, у меня были много вообще таких интересных идей, которые я бы хотел продвинуть, но пока реализовать это весьма трудно. Но в будущем я хочу это сделать. Все-таки надо. Надо это сделать? Нет. Ну, я правда еще не знаю, как. Вообще у меня в планах какие-нибудь монтажики. Но я в монтажах не, ну, не, не, вообще я ной в этом. Особо монтировать это не мое. Если делать монтажи, то как же летсплеи? Я же, по сути, ассоциируюсь как с летсплеями, по сути. Но не знаю, посмотрим в будущем. Идеи много, но реализация их требует неких таких жертв, так сказать. вот и все, как бы, вопросики закончились у нас. В общем, да. Так что, вот, это наш подкаст новогоднее, так сказать, предновогоднее. Так что, да, я еще хотел тебе, так сказать, поздравление записать. У нас уже, как бы, уже предвестие нового года и уже 2017 год, год красного петуха, как я помню. Да, я не зря одел эту майку или футболку, я, черт его знает, она мне маленькая. В общем, с Новым годом, короче, вас я хочу поздравить и пожелать вам всем удачи в Новом году, чтобы у вас все мечты сбывались и чтобы, знаешь, вот ты захотел что-то сделать, да, потом получилось, сделал, чтобы вот в лень вообще пропала. А для себя я вообще хочу пожелать, не знаю, кучу подписчиков. Да, это глупо желать, конечно, это надо работать, работать, но я думаю мы справимся, да, так что вот Новый год, да, все, да, все. Так что, дружище, если тебе понравился подкаст, ставь ему лайк, подписывайся на канал, если еще не подписан, не забывай, кстати, это мой диван, если что, вдруг ты подумаешь, что это за фигня у меня, это диван, да, не забывай делиться этим роликом с друзьями, вдруг кому-то пригодится и комментировать его. С вами был JetQ, это был новогодний подкаст, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok